Дорогой зритель, у нас в гостях директор, генеральный продюсер радиостанции КИС-ФМ, Антон Цеслик. Антон, правильная должность? Да, директор через тире. А в фейсбуке даже президент написано? Ну, это фейсбук там добавляет, там вообще SEO написано, да. Мистер президент, можно прям петь песни. Антон, расскажи, сразу к делу. Расскажите, какие сейчас тенденции, вот КИС-ФМ, я откровенно говоря, обожаю, только его и слушаю. Но что мой парень реагирует, опять КИС-ФМ. А он, наверное, шансон, да? Нет, он как-то больше классика какой-то, вот такой все размеренно. А я именно вот так. И мне все реально очень нравится, очень грамотно, интересная музыка. Какая сейчас тенденция, куда она увела, что было вот недавно и что стало сейчас? Ну, мы, пожалуй, наверное, там единственная радиостанция, которая за тенденциями, вот куда ветер дует, туда мы и меняемся. Как ни странно, музыка в последнее время становится все более взрослой. Это и взрослая танцевальная музыка, и те люди, которым раньше было там по 20 лет, с которыми мы начинали, да, они выросли, им уже вот радиостанция КИС-ФМ 12 лет, им уже там по 30-35 лет. Их вкусы поменялись, и то, что мне очень приятно, они больше слушают такой дип-музыки, ну, скажем так, есть горизонтальные танцы, вертикальные танцы, это вот больше такие вертикальные танцы. А горизонтальная-то как? Ой, в смысле, горизонтальная, это музыка, под которой нужно сесть и послушать ее, но она при этом танцевальная. Или лежа вдвоем. Да, или лежа, да, но она при этом танцевальная. Антон, ну вот вы говорите, меняется все, меняется возраст, что сейчас модно? Вот что в тренде? Это самый ужасный вопрос, но... Ну, все и не отвечать. Да, не, я могу не назвать, я могу, чтобы круто было, я могу назвать пару стилей. Да, давайте. Например, дачхаус и трэп. Нас запутали. Трэп и дачхаус. Специально нас запутали. С чем вы к нам пришли? Мими-ми-ми-ми-ми. Попрошай-ка. Да, с двумя билетами на завтрашнее наше мероприятие, на день рождения КИС-ФМ. У-ху! Это невероятно ценные билеты, потому что билетов уже нет в продаже. Билетов уже нет в продаже, товарищи. Они тоже не будут продаваться. Поэтому, кто хочет получить билет, звоните нам в студию. 205-44-88. Это реально последний шанс. Вот реально последний шанс перед смертью. Расскажите, Антон, что будет на дне рождения? Кого ждем? Что, диджей будет? Масштабность какая? Полина права, да. Диджей будет. Мы каждый год, мы как-то... Пошла у нас такая традиция. В общем-то, поскольку мы танцевальная радиостанция, в таком танцевальном стиле отмечать. И мы там первые провели огромное мероприятие. В 2003 году уже, дай бог памяти. И как-то так после этого пошло. Каждый год мы вот проводим танцевальные мероприятия. Ну правильно, а как нормально у меня? Да, у нас будет завтра Ричард Дюрант, Космик Гейт, Бобина, Омни. Я не знаю, вообще-то, если вы говорят о чем-то, если имена или нет. Но тем не менее, да, мы взяли нашего украинского молодого таланта-гения. Первого диджея, попавшего в мировой рейтинг. Причем попавшего там на 30-е места. То есть достаточно круто. Омни. Вот он завтра тоже будет. Бобина. Это российский диджей, попавший на лучшие позиции мировых рейтингов. Ой, хотим-хотим. Антон, у меня от ваших коллег есть пара интересных фактов о вас. Реально все узналы, все критики. Но это мы посмотрим после клипа Ферги. Смотрим. Это поп-конвейер-шоу. У нас в гостях генеральный продюсер КИС-ФМ Антон Сесли. Антон, мне сказали, что вы строгий начальник. Это правда? Наверное, виднее подчиненным. На рабочем столе у них на компьютере есть ваша угрожающая фотография. Вы видели, что это за фотка? Расскажите, где она была сделана. Фотка, где я вот с таким вот видом стою. Я не знаю, где они ее взяли. Они боятся? А только когда вы узнаете, кто это сказал. Как быстро человек получит трудовую. Потому что человек боится, чтобы я не узнал, кто это сказал. Но вы же правда следите за всеми эфирами. Вы, насколько я знаю, отбираете, какие треки. То есть сколько в день вы переслушиваете новых треков? Фоткальная музыка, она вообще в этом плане ужасная. Потому что очень много, очень много новой музыки. Буквально каждый день, почти там тысяча треков каждый день появляется, которые нужно отслушивать. Можно их не отслушивать, можно, грубо говоря, не оставаясь в тренде. Да, если хочешь оставаться в тренде, приходится все слушать. Поэтому я слушаю, да. Антон, помимо того, что вы слушаете так много треков, я знаю, что вы еще хорошо делаете коктейли. Махик, это приготовите как-нибудь? Да, это такой коктейль, который очень долго готовить. Все просят его готовить. Я не могу отказать, да. Я не могу сказать, что получает вам большое удовольствие от приготовления, но... Друзья, у нас есть звоночек. Мы завтра придем и попробуем. Продегустируем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Виталий. А вы откуда нам звоните? В Киеве, конечно же. Прекрасно. У вас есть какой-то вопрос к нашему Антону Цеслику, который подарит вам билетики на мероприятие КИС-ФМ. День рождения 12 лет. Да, да, здрасте. Здрасте. Вопрос. Внимание, вопрос. Да, вопросик. Знаете, хотелось бы слушать на радио сельму, когда это сайтранс. Возможно ли это? Какой транс? Сайт. Сайт. Ну, это очень специфический стиль музыки. Тяжелый. Спасибо вам большое за звонок. Но мы дарим человеку билеты? Да, конечно дарим. Да, вы выиграли билеты. Радуйтесь, что вы выиграли билеты. Ни у кого уже нет. Крикните, там тут свистит. Виталий, так сказал, конечно, из Киева, как будто в других городах нет телефонов. Расскажите, пожалуйста, про этот стиль. Он реально, он даже звучит как-то страшно. Пси-транс? Нет, ну это на самом деле очень, очень старый, очень старый стиль. Ему, я не знаю, сколько лет, уже 20 лет, так примерно точно. И это люди такие, знаете, вот Гоа-транс, входящие в транс под эту музыку. Ну, в общем, отдельный свой мир. Вы пригласили на день рождения исполнителя трека, нашумевшей песни Pray for Ukraine. Да. Кто это? Завтра все узнаем. Завтра все узнаем. Да, там на самом деле очень интересная история, потому что этот трек появился в начале года, когда все события происходили у нас, и он появился вместе с видео, таким достаточно интересным видео с событиями с Майдана. И, в общем-то, это был там единственный англоязычный танцевальный трек о Украине. И никто не знал, кто его исполняет. Вот именно. В общем-то, мы его взяли в ротацию, пытались узнать, кто же это исполняет. Долго сами не знали. В какой-то момент в соцсети начали говорить о том, что это Армин Ван Бюрен. Ну, и дальше уже пошла-пошла-пошла эта история. Да, слухи, ага. Не Армин Ван Бюрен, скажу, все гораздо ближе. Все гораздо ближе. Наш человек. Вполне возможно, да. Вполне возможно. Но я не хочу открывать все тарифы. Какой? Давай, смотрите. Какой? Нет, нет, не омно. Погодите, может, это Дон Балан? Нет, люди начали нас уже обвинять в том, что мы обманываем. Завтра Армин Ван Бюрен выступает в Турции. Как же так? Исполнитель трека будет на дне рождения, он же в Турции. Это не Армин Ван Бюрен. Ну, ребята, в общем, не судите заранее, пока смотрите Дона Балана, а мы тут постараемся выудить инфу. Это прямой эфир поп-конвейер-шоу. У нас в гостях генеральный продюсер радиостанции КИС-ФМ Антон Цеслик. Мы, на самом деле, узнали, кто исполняет песню «Pray for Ukraine». Спасибо вам большое за доверие. Мы, правда, ничего не скажем. Но зато у зрителей есть возможность предположить и написать нам в Твиттер «Собака поп-конвейер». Кто же это? Если кто-то угадает, мы реально втихаря дадим вам еще один проходной билет на завтрашний день рождения 12-летия радиостанции КИС-ФМ. Антон, расскажите, как много диджеев к вам приходят, с каким материалом, насколько талантливы в направлении радиостанции наши отечественные диджеи? Достаточно талантливы. И не хочу, конечно, обижать танцевальную музыку, но она достаточно простая. Это проще, чем, грубо говоря, писать рок-музыку. Очень много людей без музыкального образования, с домашним компьютером, они начинают писать. Понятное дело, что большинство из этого материала не подходит, но, тем не менее, из тысячи украинских треков, написанных за месяц, 3, 4, 5 реально вполне-вполне хорошие. И, как я говорил раньше, то, что украинский диджей занял 30-е место в списке мировых диджеев, это достаточно хорошее показание. Антон, последний вопрос. Вот если быть знакомым, знакомой, с вами лично, можно к вам попасть, например, на радиостанцию? Или вы там поставите трек? Или все-таки вы прям строгий от А до Я? Это личный вопрос. Пускай будет так. На самом деле попасть на радиостанцию, конечно, можно. У нас даже экскурсии есть на радиостанции. Мы собираем группу людей, и они приходят. Даже некоторые аферисты находятся, которые продают эти экскурсии. А, я только хотела уточнить, они бесплатные? Конечно, они бесплатные. Естественно, они бесплатные. Да, но мы нашли аферистов, которые избрали за это деньги, но они бесплатные. Но так как у нас еще диджей Сани, то мы реально скоро туда будем слать вам селфи. Антон, спасибо вам большое. Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы реально постараемся завтра прийти все успеть и вас поздравить. Может быть, где-то возле охраны постоим, потому что места уже не будет. Но вы обещали сделать мохит, поэтому все, не отвертитесь. Ну, если что, работа, там все дела. Завтра увидимся тогда. Завтра увидимся. Дальше у нас в эфире Дима Каминский. Ну что, он белорус, фабрикант. Э, холост. Смотрим. Резюме.